МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящий доказ своего дела, грамотный и опытный специалист, интеллигентен и образован, трудолюбив и ответственен, легко ориентирующийся в экстремальных ситуациях, имеющий уникальную память и академический склад ума, требователен к себе и подчиненным, при этом прост в общении, доступен и очень порядочен. Таков список отзывов об этом человеке. Таким знают его коллеги. Сам он свою биографию особенно не считает, и потому мемуары писать не думает. Его жизнь как трудовой подвиг видим мы и попытаемся рассказать об этом. О нашему герою есть что вспомнить, и подходящим местом для этого стала экспозиция истории ЧАЭС. Ну, я родился в семье военнослужащих. Это комиссис СССР. Отец работал, как тогда раньше называли, в органах. НКВД, постоянные переезды, крупные лагеря, которые сейчас называют ГУЛАГ. Постоянно. Мать, медицинский работник. Жили, как правило, в небольших поселках, при крупных лагерях. Но, тем не менее, все равно эти годы были тяжелые для всех. Особого достатка в семье-то не было. Особого достатка. Ну, это как-то наложило какой-то печаток. Ну, умение, скажем, самостоятельное. Что-то делать конкретное. Необходимость была. С малолетства. Приучали к труду. Сразу после окончания средней школы Владимир Чугунов начал работать на руднике в Желтых водах. Первая запись в его трудовой книжке рабочий пробоотборщик пыли-газодозиметрической лаборатории. Полтора года Владимир Александрович проработал под землей. С этого предприятия и ушел в ряды советской армии. Считает, ему повезло в том, что попал на флот. В нашей семье было принято, что раз попал в службу, значит, надо служить. Ну, и, как ни странно, тоже служба сложилась очень интересно. Я, к большому своему удивлению, вместо моря увидел город Киев. В то время там располагался учебный отряд, который готовил специалистов. Средств радиотехнической и технической разведки на все флота Советского Союза. Так называемая пятая школа ВМФ АСНОС на самом назначении. Которую я имел честь закончить. В результате четырех лет службы на морфлоте, уже будучи студентом первого курса физико-технического факультета Горьковского политехнического института, в 24-летнем возрасте Владимир Чугунов был награжден орденом Красной Звезды. В те времена это случалось нечасто, чтобы старшина первой статьи «Радиомеханик» и вдруг орден. Как раз кубинский кризис. И ситуация сложилась так, что я ушел сначала на одном корабле. Это обычное рыболовецкое судно. Где нормальные люди возили рыбу, у нас находились порядка 30 постов по радиоперехвату. И затем возле Исландии, там я оказался на другом судне специалистом моего профиля, я был переброшен на другой корабль. И ушел на еще на 5 месяцев в район Куба. Ну, как-то сложилась очень неудачная работа. Хорошие были результаты, результаты были оценены командованием. Так вот, шла лекция по высшей математике у аудитории. На перерыве пришла девочка. Вот я старостой группы был. Она говорит, вас вызывает военкомат. Ну, да вы этом, но только не хватало. Ну, тем не менее, пришел в военкомат, попросили подождать. Пригласили в кабинет. Было много офицеров, старших офицеров. Для них это тоже, видимо, была неожиданность какая-то. Мне вручили телетайпограмму от начальника разведуправления Северного флота контр-адмирала Разумного, который был поздравлен. И уродом красных людей. Ну, это, конечно, было событие. Та первая награда среди всех многочисленных, полученных в последующие годы, наиболее дорога моему сердцу, говорит Владимир Александрович. После окончания института несколько лет Владимир Чугнов работал на Дальнем Востоке. Следующим его предприятием был судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Я попал в заводскую физическую лабораторию, небольшой коллектив, задачей которого была организация, ну, скажем, монтажных работ, монтажа, собственно, реакторных установок, их физического пуска, и потом проведение всех, всего комплекса испытаний, включая выходы в море, непосредственно управляя реакторной установкой. До передачи корабля-заказчику военно-морском флоту, Тихоокеанском флоту. Ну, вот, практически, вот, порядка пяти лет я занимался этой профессией. Со временем работы на заводе по выпуску атомных лодок стали несколько сворачиваться. Таковы были политические решения. Необходимо было выбирать новое место работы. Чернобыльская атомная электростанция оказалась ближайшей от Желтых вод, куда Владимир Александрович приехал в длительный отпуск родителям. Так, в 1975 году он впервые приехал на ЧАЭС. Для начала посмотреть и определиться. Ну, когда пришел на площадку, я видел только строящееся здание реакторного отделения. Ну, уже работала ПРК, была эта инфраструктура строительная. Ну, из Дятла мы прошли по реакторному отделению и там, где должен был стоять реактор, еще только была бетонная шахта. Он говорит, ну, вот, хочешь работать? Старшим инженером управления реакторной установкой вот этой. Можно попробовать? Ну, пошли главный инженер. Тогда был Акин Фея Вячеслав Павлович. Главный инженер. Там же я написал заявление. Ну, ехал в желтой воде до Голливой отпуска. Назад в Комсомольск-на-Амуре так и не вернулся. С завода уволился по телетайбу и с 10 апреля 1975 года приступил к работе на ЧАЭС в должности старшего инженера управления блоком реакторно-турбинного цеха. Это был следующий этап его жизни Чернобыльский доаварийный. Весна 1986-го внесла свои немалые коррективы в его судьбу. И здесь, считает Владимир Чугунов, ему снова повезло. Многих из тех, кто в ту трагическую ночь вместе с ним выполнял свой профессиональный долг, сегодня уже нет в живых. Когда у меня сработало аварийное оповещение. А вы, кстати, были вот 26 апреля. Я закончил, как всегда. Это уже было... Дома, да, были вы? Вот, 26 апреля. На тот момент работал начальником реакторного цеха номер один. Обе реакторные установки несли у меня номинальную нагрузку. Все было нормально, ничего не было. Никаких проблем не было. Но, тем не менее, где-то около 12 часов я позвонил на блок. Ну, убедился, что на блоках все нормально. Ну, и собрал все. Весь спать. Ну, тут работает звонок. Поднял трубку там. Обычная дежурная вот эта лента и ставит всему персоналу прибыть на станцию. Аварийная ситуация. Было означено место сбора. Так называемая станция перекачки фекальных вод. Если вы помните, были в Чернобыле. Туда подошла дежурная машина. Приехали на блок. На АБК горит аварийное освещение. И по лестницам на носилках несут первую жертву Чернобыльской станции меженера Шашенко. Поскольку Владимир Чугунов был одним из специалистов, участвовавших и в строительстве, и в пуске блоков, имел достаточный опыт. Директор поручил ему выполнить обход блоков, проверить действия персонала, определиться с масштабами разрушения, предварительно оценить случившееся, найти потерявшихся людей. В ту ночь Владимир Чугунов набрал 500 рентген. А утро началось с вопроса «Жизнь или смерть?» Его необыкновенная энергия и любовь к жизни сделали невозможное. Острая лучевая болезнь не шутка, с такой дозой работать в зонах с ионизирующим излучением нельзя. Но московские врачи дали такое разрешение. Всего 28 лет жизни отдал Владимир Александрович родному предприятию. Однако пришло время, когда из зоны довелось все же уйти. И сегодня он успешно продолжает работать в группе управления проектом СИП, возглавляя инженерно-технический отдел, где приходится решать новые проблемы. И главная проблема состоит в том, что разные школы, разные инженерные опыты. Вот это, пожалуй, и главное. Но, но, следует иметь в виду, что деньги платит Европейский банк в развитии и реконструкции. Если мы хотим, чтобы что-то, чего-то построить, значит, нужно работать с банком, нужно работать с теми специалистами, которыми доверяет банк. Это необходимость. Оглядываясь назад, Владимир Чугунов понимает, что в жизни ему не о чем жалеть. И, по большому счету, нечего стыдиться. Он всегда ценил в людях те качества, которые главными были и для него самого. Лишнее, прежде всего, это честность, порядочность. И, может быть, даже постоянство. Верность профессии. Ну, а если говорить обществе, эти принципы неплохо были сформулированы в Библии, если заповедь. Не убей, не укради. Т.д. и т.п. Если начинаешь их нарушать, ну, жди неприятностей. Владимиром Чугуновым пройдены все ступени оперативного руководства на ЧАЭС. От начальника смены реакторного цеха до начальника смены очереди Чернобыльской АЭС. С 95-го года работал консультантом главного инженера по безопасности и потом по научной работе. Так что же вспоминает чаще всего человек, за плечами у которого столь богатая биография? Всегда ярко вспоминается молодость, работа с атомными подлодками, пуски энергоблоков на ЧАЭС, рождение в реакторах, электроэнергии. Ему есть за что испытывать чувство гордости. Да, конечно, что. И испытания кораблей, где осталось много росписей, в пультовом журнале, начиная с пуска корабля со стапеля на достройку и кончая передачей. Заказчик, работа интересная. Вот. Ну и, конечно, работа на Чернобыльской станции. Как-то ребята говорили с документацией, уж не помню, по какому вопросу, и нашли несколько технических решений, подписанные, которые готовил я и подписывал ее. Самое удивительное, что я мне за свою подпись, за свою подпись не стыдно до сих пор. Всегда главным в жизни, основой, определяющей любые мотивы и образ действий, была для Владимира Александровича работа. Ну, отнимите работу, у меня, и что останется? Ничего не останется. Так уж, воспитанный, что ли. Я лично не понимаю тех людей, которые говорят, вот, как бы было хорошо мне, если бы я не работал. Тогда спрашивается вопрос, а, что бы вы делали? Ради чего жить-то? Все-таки, люди моего поколения, коллеги по работе, у всех за плечами осталось что-то сделанное. То, на что иногда можно или нельзя, но, в любом случае, повернуться и посмотреть, да, вот здесь пришлось поработать много. Жизнь Владимира Чугунова полна крупных событий и перемен, связанных с важными государственными решениями, неожиданных поворотов, ответственных заданий и довольно значимых наград. Среди них Орден Трудового Красного Знамени, знак Отличник Энергетики Украины, Орден за заслуги Третьей Степени, а также памятная медаль Российской Федерации Академик Далежаль, выпущенная в честь столетия руководителя Проектно-исследовательского института, являющегося главным конструктором реактора РБМК. С именем Далежаля связано довольно многое в ядерной энергетике, атомной промышленности в создании первых реакторов для атомных лодок. Этот памятный знак Владимиру Чугунову вручали уже в ГУПе. Есть ли что-то еще, что хотелось бы успеть ему в жизни? Ну, хотелось бы, может быть, дожить, посмотреть, как будет сделано новое, построено новое, новый объект укрытия, как будут проведены работы по стабилизации, вот начнем их потихоньку, даст Бог. Ну, конечно, не доживем. Я реалист до того момента, пока начнем извлекать топливо с четвертого энергоблока и снимать его с эксплуатации. Потому что, согласно прикидкам, которые мы сегодня располагаем, этот процесс начнется лет через 50, не раньше. Коллектив Чернобыльской станции всегда будет ценить и использовать опыт и потенциал таких людей, как герой нашей программы. Ну, а сам Владимир Чугунов желает энергетикам прежде всего здоровья, без которого немыслимый ни работа, ни счастье, ни успех. И в его устах это привычное пожелание обретает особый смысл. А еще Владимир Александрович желает нынешнему персоналу достойно, без каких-либо неприятностей, закончить последний жизненный цикл Чернобыльской атомной электростанции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин